Добрый день, у нас пожар. Велишская, 59, общежитие номер 2, Медакадемия. Комендант нажимает на кнопку пожарной сигнализации, в здании завывает сирена. В этот момент к общежитию уже мчатся машины МЧС. На третьем этаже загорелась библиотека, коридоры серьезно задымлены. Такова легенда пожарно-тактических учений. Через несколько минут перед зданием развернут штаб пожаротушения. Локализация пожара, организован контрольный пост, ГДЗС, допуск на тушение получен, как поняли, прием. Студенты-медики молча покидали помещение. За 4 минуты из пятиэтажного здания вышли 120 человек. Врачи, хоть и будущие люди привычные, ликбез по спасению проходили не раз. Наши ребята уже знают, что это такое. Мы проводим инструктажи при заселении, проводим тренировки. И все проживающие знают, что жизнь не дается только один раз. Поэтому я думаю, что в любой ситуации они могут сориентироваться и эвакуироваться. В первую очередь спасти себя. Тех, кто не успел спасти себя, эвакуировали спасатели. К окну, где, по легенде, произошел пожар, сотрудники МЧС представили лестницу. Двигаясь по цепочке, спасатели в полном обмундировании быстро нашли источник возгорания. Здание старое, в нем несколько магазинов и 400 человек на постоянном проживании. Если бы пожар случился на самом деле, спасателям пришлось бы непросто. Это здание третьей степени стойкости. Здесь перекрытие междуэтажное, деревянное, сгораемое. И крыша, если посмотреть, она так коньком сделана металлической, там стоят деревянные балки. В случае пожара огонь просто... Вот у нас сегодня был огонь, пожар на третьем этаже. Он может пройти третий, четвертый, пятый, выскочить на чердаке. И вернуться потом обратно до первого. Электрические чайники, плиты, кипятильники. Неосторожное обращение с огнем. Причиной возгорания в общежитии может стать все, что угодно. Спасатели надеются, что сегодняшняя тренировка научит студентов не только быстро покидать здания, но и быть внимательнее при обращении с пожароопасными предметами.